всем салют народ в общем как вы видите сегодня я снимаю на свой телефон на свой старый телефон iphone 5s ну так случилось что я продал свои фотоаппараты свою видеокамеру там gopro но сегодня видео о другом мы сейчас идем с вами в одно секретное место а да это парк сокольники городе москва я уверен что многие из вас не были в этом месте а идем мы в маточный сад место закрытое для посещения для но она огорожена эта зона немножко такая секретная немножко интересно этот маточный сад он заброшенный в том-то и дело в интернете я не нашел почти никакой информации очень мало информации на так формы какие-то библиотеку сходил и я вам сейчас дровишки значит костру сегодня быть мы тогда идем с вами я покажу что там есть интересного мы с вами осмотрим какие-то может какие-то строения какие-то особенности там просто даже интересно быть одному очень интересно маточный сад находится между четвертым лучевым просеком и пятым лучевым просеком не как правильно просека или просека вот вот здесь идет получается лаз вот он здесь можно пролезть сюда заезжают коммунальники вырубают то что им надо какие-то деревья не им необходимые ну собственно давайте сюда я пролезу через народную тропу и все мы с вами находимся на закрытой загороженной территории так так а вот там вот там вдали я как-то увидел лося который сюда залез и здесь естественно ел верхние ветки деревьев и так далее и вообще удивился как он сюда попал все огорожено но потом я уточнил у одного коммунальщика он здесь был как с удалось попал и неужели он здесь живет или он здесь пасется постоянно он говорит нет они здесь так мигрирует их миграция может быть с лосиного острова суда через парк сокольники и здесь он нашел когда я потом покажу в той стороне а где-то аж там я потом покажу как и где он мог залезть потому что я обошел все проверил так давайте начнем с исследования маточного сада вам интересно в ю тубе ничего нет про маточный сад именно парка сокольники немножечко сейчас пройдем сюда и вот заброшенная эта территория маточный сад значит название говорит само за себя когда он был образован он был образован во время второй мировой войны в сорок третьем году первые годы по моему сорок первый сорок второй год парк сокольники был закрыт и вот первое вот это первая получается беседка который попадается на пути и там они дальше еще идут но они это заброшенные беседки здесь уже если присмотреться здесь давно и мог здесь иногда люди гуляют здесь уже и ветки валяются тут даже так особо ничего нету значит даже сорок третьем году решили этот образовать маточный сад чтобы выращивать здесь саженцы для редких растений таких вот видите остаточные какие-то растения тоже я не знаю как называется честно это только агрономы знают агротехники кто-то так как их называют тоже здесь если идти вот так и крапива и не крапива и различные растения здесь очень большое разнообразие кустарников значит вы выращивали здесь как бы дендрарии этот саженцы для самого парка сокольник какие какие-нибудь редкие деревья для редкие виды деревьев для не знаю которые занесены в красную книгу редкие виды кустарников здесь выращивали но здесь прошел конечно ураган если так посмотреть вот вторая беседка вторая беседка если пройти дальше вот она тоже заброшена здесь тоже иногда молодежь сидит и третья беседка не знаю как вам видно мне допустим видно но нужно пройти через вон те кусты точнее заросли их называют не заросли не кусты это заросли и там вдалеке есть еще третья беседка он слегка видно крыша она крыша вот там и еще вдалеке еще в глубине это уже получается окраина там тоже будет еще одна беседка тоже заброшена так вот мы вернулись к первой беседке поворачиваем сейчас налево маточного сада как-то загадочно выглядит затягивает разнообразие всех этих деревьев дендрарий скажем так здесь деревья какие-то вот они даже помечены цифрами там вы увидите все так вот еще одна беседка я тут тоже иногда останавливаюсь именно отсюда я увидел лося который там пасся вот он там аж был в той стороне я даже в кусты зашел заснять его поближе но было как-то страшно я все таки лось может ногой как пнуть у него удар 200 килограмм и все можно сломать ребра но мы с вами пойдем сюда здесь раньше была хозяйственная постройка насколько я понимаю точнее вот там сейчас мы туда пройдем в ту постройку и собственно это постройка сейчас нет я думаю постройка была ну вот как бы после военные годы на выстроена из дерева и скорее всего и постепенно потом снесли потому что выглядит как барак здесь очень много белочек просто белка с одного дерева на дерево прыгает одна вторая одновременно видел сразу три белки вот мы подошли сейчас развилочки вот этой вот здесь есть еще одна беседка вот такая же такого же типа я здесь тоже частенько сижу новости слушаю ну не суть и вот сюда если зайти вот здесь и была хозяйственная постройка наверное которые вы видели на фотографии вот это на карте оно обозначалось четвертый лучевой просек дом 10 но его нету этого адрес и на этом месте вот стоят вот эти вот три три избушки но это как для пикника домики для пикника вот они три их немножко видно это очень давно уже находится здесь уже сгнило лет 10-15 прям видно тут молодежь дурака валяет и здесь тоже заброшенное все сейчас я где-то видел собачью будку сейчас мы еще раз пройдем подальше и потом я покажу еще один домик для пикника вот где-то здесь а вот она вот собачья будка вот видите собачья будка но она здесь уже давно не живет вот мусорка цементно тоже скамейка сгнила да я помню здесь молодежь гуляла тут музыка играла пикник был и здесь просто все забросали я думаю что хотел я показал я сейчас сам попробую развести с вами огонь вот сейчас я здесь попытаюсь развести костер надо ближе подойти посмотрим здесь все спокойно здесь уже люди сидели в том числе вот 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 Субтитры делал DimaTorzok Костер будет Да будет костер Да В маточном саду Немножко расчистил Чтоб пожара не было Все как положено Но вот кого я нашел, встретил В этом маточном саду Можно увидеть кошек Иногда они сюда захаживают Как минимум это Третья, которую я знаю Или ты Сиди сюда Иди сюда Ага Тепла Тепла захотел Все убежал Дикий полудикий Вот друзья Я обещал вам показать Откуда лось Пробрался в этот Маточный сад Видите здесь сломано Здесь просто Здесь просто поправили уже И он Сюда Пролазил Без проблем Потому что здесь ручеек идет Олиньи ручей Как-то так он называется Было видно в тот день Когда он залазил Его следы Я фотографии делал Именно лосиные следы Оно парнокопытное Это не очень сложно вычислить Ладно Я думаю на сегодня все Ставьте любые лайки Дизлайки Мне все равно Можете конечно комментировать Вам наверное интересно Что с моей поездкой Что пора валить из России Я отложил где-то на месяц Чуть больше с хвостиком Чтобы немножко подкопить денег Если что случится Я мог вернуться обратно С вами прощаюсь сегодня Пока